Это случилось два года назад. Срок моей командировки подходил к концу, и я должен был отбыть домой в Алапаевск. Купив билет, решил побродить по городу, так как у меня в запасе было еще три часа времени. На улице ко мне подошла женщина, которую я сразу же узнал. Это была моя первая жена, с которой я развекся еще 12 лет назад. А Зина нисколько не изменилась. Разве только лицо стало слишком бледным. Видимо, эта встреча и ее взволновала так же, как и меня. Любил я ее сильно, болезненно. Из-за этого и развелся. Ревновал я свою жену ко всем. Даже к ее матери стоило ей немного задержаться. Как мое сердце начинало бешено колотиться, мне казалось, что я умираю. Умираю, в конце концов Зина ушла от меня, не выдержав моих каждодневных запросов, где была, с кем, почему. Однажды я пришел с работы с маленьким щеночком за пазухой. Хотел порадовать жену забавным подарком. Но в комнате никого не было, а на столе лежала записка. В записке жена написала, что уходит. Хотя очень любит меня. Мои подозрения измучили ее, и она приняла решение расстаться. Зина просила у меня прощения и просила ее мне искать. И вот, после 12 лет разлуки, я случайно встретил ее в городе, где находился вообще по служебным делам. Мы долго с ней говорили, я вспомнил, что могу опоздать на междугородний автобус. И, наконец-то, решился сказать. Прости, но мне нужно идти, я опаздываю на свой рейс. И тут Зина сказала, Саша, сделай мне, пожалуйста, одолжение. Я понимаю, что ты спешишь, но ради того, что было хорошим между нами, не отказывай мне в моей просьбе. Давай зайдем в одну контору. Для меня это очень важно, а одна я туда идти не могу. Естественно, я согласился, но сказал только быстро. Мы зашли в какое-то большое здание, довольно долго переходили из одного в крыла другое, поднимались, опускались по лестницам. И мне тогда казалось, что на это ушло не больше 15 минут. Мимо нас проходили люди, причем разных возрастов, от детей до стариков. Я в тот момент не задумывался над тем, что могут делать в административном здании дети и старики. И все мои мысли были прикованы к Зине. В какой-то момент она вошла в дверь и закрыла ее за собой. А перед тем, как закрыть дверь, она посмотрела на меня так, будто прощалась. И сказала, как странно все-таки. Я не могла быть ни с тобой, ни без тебя. Я стоял у двери и ждал, когда она выйдет. Мне хотелось спросить ее, что она имела в виду, произнося последнюю фразу. Она все не возвращалась. И тут я пришел в себя. Я совершенно четко осознал, что мне же нужно ехать. А я здесь стою, опаздывая на свой автобус. Оглянувшись по сторонам, я испугался. Здание, в котором я находился, выглядело заброшенным строением. А вместо многих оконных проемов взяли дыр. Лестничных маршей местами не было вообще. Лежали доски, по которым я с большим трудом спустился вниз. На автобус я опоздал на целый час. Мне пришлось покупать новый билет на другой рейс. Когда я брал билет, мне сообщили, что автобус, на который я опоздал, перевернулся и слетел в реку. Никто из пассажиров не спасся. А через две недели я стоял у дверей своей бывшей тещи, которую разыскал через адресное бюро. А Левтина Марковна сообщила мне, что Зина умерла 11 лет назад, через год после нашего развода. Я не поверил ей, решив, что мать Зины опасается, что я снова буду преследовать ее дочь своей ревностью и паранойей. На мою просьбу показать мне могилу моей бывшей жены, она, к моему удивлению, согласилась. И вот через пару часов я стоял у памятника, с которого мне улыбалась женщина, которую я любил всю жизнь, и которая необъяснимым образом спасла мне ее. Субтитры создавал DimaTorzok